Всем привет, я Александр Горбунов, Сталин ГУЛАГ, и сегодня мы поговорим об угнетенных. С какого-то бодуна Минздрав России решил изменить правила получения медицинских справок для водителей, присовокупив в порядок получения дополнительной анализы и в несколько раз винтив на них цены. Из тех, кто пытался успеть получить справки по предыдущей цене, образовались безумные очереди. Вместо 30-40 человек в день на медкомиссию стало приходить по 200 человек. Вы давно в очереди стоите? Ой, давно. Мы давно. Два часа. С девяти часов. И сколько еще рассчитываете? Двое час. Час, наверное, больше. Больше. Часа полтора. Час, час не вложим. Два. В одной из таких безумных очередей один из ожидающих скончался от сердечного приступа. Ажиотаж понятен. Цена вопроса, то есть справки. Например, в Дежинске взлетела с 260 до 4,5 тысяч рублей. И тут по доброй русской традиции об этой истории узнал президент. Отличный повод, чтобы исполнить известную фишку. Хороший царь спасает народ от плохих бояр. И вот едет наш президент в троллейбусе и говорит. Я когда узнал, что за одну справку надо отдать ползарплаты, подумал, что за непорядок. Надо срочно разобраться. А самое опизденительное в этой истории то, что на 20-й год правления президент удивляется факту, что за какую-то сраную справку нужно отдать половину зарплаты. А вот то, что зарплата миллионов наших граждан составляет чуть более 11 тысяч рублей, президент никак не удивляет. Он спокойно говорит о том, что миллионы получают 11 тысяч с хером рублей и это нормально. Как мне кажется, это и есть самое дикое во всей этой постановке. Когда царь решает нас спасти. Но есть, как говорится, и хорошие новости. Московские аптеки зафиксировали падение продаж лекарственных препаратов из-за нехватки денег. Люди перестают покупать лекарства. На что московские аптеки нашли следующий выход. Теперь они будут продавать лекарства в кредит. По ставке, внимание, 23% годовых. Что тут сказать? Не спеши, не умирай. В кредит лекарства покупай. Хорошая инициатива. Может быть и на выдаче мест справок уже пора открывать кредитование. Кстати, о кредитовании. Коллекторы попросили защиты. Как вы думаете, от кого они просят их защитить? От других таких же коллекторов-бандитов? Нет. Они просят защитить их от должников. Как говорят коллекторы, должники люди обидчивые. И когда к ним приходишь и требуешь вернуть микрокредиты с дикими процентами, которые те брали, чтобы купить себе еды, то люди начинают их оскорблять. А коллекторы, как известно, к оскорблениям очень восприимчивы. Им становится больно. Они испытывают муки, подобные мукам росгвардейцев, когда в них летит пластиковый стаканчик. Даже эмоции условной Греты Тумберг, терзающейся, как мы понимаем, от одной мысли о пластиковом стаканчике, не сопоставимы со страданиями росгвардейцев и их священным ужасом перед этим предметом. Оценив муки коллекторов, я согласен, конечно же, их нужно защищать от должников. Коллекторы должны продолжать безнаказанно писать гадости на стенах, угрожать и всячески издеваться над людьми, попавшими в сложную ситуацию. Поскольку наше государство выбрало путь защиты сильных, то надо продолжать двигаться в этом направлении, а слабых нужно продолжать давить и давить как можно больше. Если с тем, как работает бизнес в России, всем все более-менее понятно, то в принципах работы бизнеса за рубежом разбираются единицы. Конечно, обычному человеку эти знания вряд ли когда-нибудь понадобятся. Но если вы интересуетесь переездом в США, мечтаете устроиться в какую-нибудь корпорацию в Кремниевой долине, или просто ищите интересные предпринимательские идеи для вдохновения, есть ютуб-канал, который может вам помочь. Он называется Майлик Трип и ведет его Руслан Гафаров. Руслан уже три года живет в Америке и подробно рассказывает о том, стоит ли туда переезжать, как там можно обустроиться и сколько можно заработать. Еще у него на канале есть интервью с россиянами, которые тоже уехали в США и добились там успеха. Например, открыли свой бизнес или устроились в топовые компании, вроде Теслы, Амазон или Нетфрикса. Недавно Руслан анонсировал конкурс для всех своих новых подписчиков. Главный приз – поездка в США с оплатой перелета и проживания, в ходе которой Руслан организует вам встречи с менеджерами американских стартапов и корпораций, чтобы вы смогли лично пообщаться и перенять их опыт. Если вам интересно, в описании к этому ролику есть ссылка на его видео, где он рассказывает все подробности. Уральского политолога Федора Крашенинникова суд приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей за фразу «Какие же бляди эти путинские судьи?» Суд посчитал это оскорблением власти. В связи с этим у меня возник вопрос. А я правильно понимаю, что своим решением суд признал полное отсутствие собственной независимости? И тот факт, что все люди, которые принимают судебные решения, подконтрольны одному человеку? «Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!» То есть к тому, что суд у нас путинский, у судей никаких вопросов нет. Вопрос есть только к слову «бляди». Собственно, из этого судебного решения можно сделать нехитрый логический вывод, что главная претензия именно в том, как этих путинских судей назвали, но никак не к тому, что они путинские. Подобным решением суд расставил все точки над «и». Все по своим местам. То есть суд у нас путинский, но при этом они не бляди. Получается, теперь мы можем всех российских судей называть путинские не бляди. «Заебись! Четко!» Если среди зрителей «Вестника оптимизма» есть юристы, то поправьте меня, правильно я считаю или нет. Напишите в комменты. Теперь согласно закону об иностранных агентах, к ним можно будет причислить любое физическое лицо. Это такая сюрреалистическая история, о которой просто невозможно говорить серьезно. Хотя в принципе в нашей стране уже давно серьезно нельзя говорить вообще ни о чем. Иначе можно окончательно ебнуться. Этот закон депутаты приняли в едином оргазмическом порыве, слившись всем скопом в экстазе, как в фильме «Парфюмер». Причем, что самое удивительное во всей этой истории, это то, что иностранными агентами нас будут признавать люди, у которых есть недвижимость за рубежом, чьи дети учатся в заграничных вузах, чьи семьи живут там, за границей. В принципе, безвырозно, те люди, которые и сами в России проводят времени меньше, чем в Лондоне или в Ницце, а Россию воспринимают исключительно как площадку для зарабатывания денег. Это такие классические, в худшем смысле слова, вахтовики. И ведут они себя соответствующим образом, как вахтовики. Но вы же знаете, когда вахтовики приезжают, то, как правило, оставляют после себя грязь и разруху, устраивают мордобои и, в принципе, ведут себя как свиньи. Они же понимают, что больше сюда не вернутся. Главное – урвать свои деньги и свалить. Чего стесняться? Давайте назовем их «сволочи». Ну а как по-другому их можно еще назвать? И теперь они будут назвать иностранными агентами и вас, и меня, только за тот факт, что вы не там поставите лайк или сделаете репост. Просто на основании этого они будут называть вас иностранными агентами. А сами так и останутся прекраснейшими патриотами в этом чудном, родинолюбящем мире. В связи с этим я подготовил для вас вспомогательную табличку. Люди, которые деньги из России вывозят – патриоты. А люди, которые говорят «Эй, охуевшие скоты, хватит разворовывать страну – иностранные агенты». Не перепутайте. Порой, когда слушаешь заявления всевозможных чиновников о том, как они собираются колонизировать Луну, сажать там яблони и выращивать кабачки, вспоминаешь о том, что у нас в стране во многих регионах в школах до сих пор нет теплых туалетов. И ждать этих туалетов придется, скорее всего, дольше, чем лететь на Юпитер. И вот слушаешь все эти разговоры о том, как мы бодро планируем засерять другие планеты, и параллельно думаешь о том, как наши люди, которые еще не на корабле в пути далекий космос, а банально тонут в выгребных ямах. И думаешь, что, ну да, наверное, эти чиновники в своих кабинетах, закрытых наглухо, уже потеряли всю связь с реальностью. И поэтому несут околесицу. Эх, трудно стало жить. Банально стали блаженными дурачками, и остается их только поживей. А потом выходит очередное расследование Навального про Роскосмос и его главу Дмитрия Рогозина. Берем официальную декларацию главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он чуть больше года там проработал. Давайте посмотрим, сколько же заработал наш космический управленец. Он вам хорошо известен, поскольку часто появляется в нашем вестнике оптимизма с особо космическими рассказами. И вот выясняется, что у господина Рогозина, пусть и при его весьма нескромной, даже по американским меркам, зарплате в 23 миллиона рублей в год, есть дача стоимостью в 350 миллионов рублей. И это, как говорится, только то, что удалось найти. А что же спрятано в недрах земной коры или между какими-нибудь космическими объектами, даже говорить не стоит. И в этот момент понимаешь, что на самом деле дурачки-то не они, а мы. А они наоборот все прекрасно понимают, ни с какой реальностью связь не теряли, а лучше нас с вами в ней ориентируются, приспосабливаются, все продумывают и набивая себе карманы. В связи с этим фраза «Прости нас, Юра, мы все проебали» больше не актуально. Уже, пожалуй, можно говорить «Юра, они не проебали, а целенаправленно спиздили». И за это, конечно же, Юра, их прощать нельзя. Госдума потратит 350 миллионов рублей на изучение общественного мнения о себе. Депутаты хотят понять, что избиратели думают о них и о тех законах, которые они принимают. Дорогие депутаты, даже и не знаю, что вам на это сказать. Что мы о вас думаем, я, наверное, могу сформулировать достаточно точно, причем совершенно бесплатно. Можно не лишать господина Рогозина его дачи, но мы все-таки ограничены категоризацией Ютуба 18+. Что помешает мне максимально правдиво донести до вас наше мнение. Так что придется вам самим додумывать. Впрочем, вы можете почитать комменты, опять же, совершенно бесплатно. Друзья, напишите от души, что вы думаете о депутатах и сэкономим им на очередной дворец. И еще одна хорошая новость в Вестнике оптимизма. Банк ВТБ решил выделить триллион рублей на освоение Арктики. На самом деле, хорошо, что никто не выделит триллион рублей, например, российским регионам, поскольку там и так все освоено. Жители нашей бескрайней Родины прекрасно себя чувствуют. И зачем им триллион рублей? Они же, не дай бог, отчасти умирать начнут. А вот выделить эти деньги Арктике – это очень нужное и своевременное решение. Там живут белые медведи. Им нужно помочь. И триллион их, безусловно, сильно поддерживает. Кроме того, там живет песец. Песец, правда, есть уже не только в Арктике. Постепенно его среда обитания расширяется и поступает ко всем нашим соотечественникам. Но лучше отдадим триллион туда, где все вечно заснежено и красиво. А мы останемся жить нашим русским песцом. За два года, с 2020 по 2022 год, на укрепление нравственных ориентиров молодежи потратят 6,6 миллиарда рублей. Вообще удивительно, а почему бы на укрепление нравственных ориентиров не потратить 6,66 миллиардов рублей? Все-таки, учитывая такие дьявольские помыслы, это было бы весьма символично. Но, видимо, они решили не палиться. Что же можно сделать на эти деньги? На эти деньги можно нанять еще больше идиотов, которые будут визжать о том, как хорошо, когда, допустим, мужчина бьет женщину, и о том, как замечательно жить в стране, где ничего не работает. А когда не беременна вообще может получить сразу, я считаю. И вообще всячески развивать вот этот наш квасной патриотизм. Рассказывать, что деньги это зло, что от них все беды, и нужно их исключительно отдавать государству и церкви, конечно же. Что суды и прочие выборы – все это ересь, никому не нужная. И по-настоящему нравственный, высокоморальный молодой человек должен довольствоваться тем, что в любой момент его могут обварить кипятком в отделении полиции, после чего они добьются никакой справедливости. Все-таки на это нужно выделить еще больше денег, потому что, как известно, чем больше выделят, тем больше можно будет разворовать. Жители города Куса на Южном Урале захотели познакомиться со своими народными избранниками и чиновниками. Однако на собрание, назначенное на 23 ноября, никто из стук народа не явился. И это при всем при том, что по информации местных жителей, перестреча прошла серьезная подготовка. Депутатов и чиновников предупредили о мероприятии заблаговременно, а по городу были расклеены объявления. Мы хотели с вами сегодня встретиться. Пришли и облом. К самому собранию тоже готовились. В частности, планировали задавать вопросы относительно итогов года и планов на будущее, а также обсудить темы ЖКХ, безработицы и другие значимых проблем. В ответ представители власти заявили, что встреча не организована должным образом. В частности, жители города не организовали охрану, не обозначили точное число присутствующих на мероприятии, а также не обозначили четкий регламент и тайминг мероприятия. Это и стало поводом для неявки депутатов и чиновников. И это, в принципе, объяснимо. А зачем приходить депутатам и рассказывать о каком-то будущем, если, в принципе, никакого будущего нет? Создается впечатление, что Вячеслав Володин вошел во вкус от пребывания в роли постоянного героя Вестника Оптимизма, и поэтому он решил отличиться снова. В прошлых выпусках он разбирался в хитросплетениях русского языка в целом и с чикен-магнакетсом в частности. На сей раз главдумарь пошел еще дальше и предложил задуматься о бренности бытия, а точнее о тандырной. Да что ты, черт побери, такое несешь? В родном Саратове Володин так и тянет пофилософствовать. Все-таки почва благодатная, когда вокруг ничего нет, чем еще заниматься, только и остается разгогольствовать. Главдумарь заявил, Саратовская область – родина космонавтики. Задумайтесь, здесь началась эпоха освоения космоса, так что унынию не к месту. Все эти пабы тандырные. Откуда здесь пабы? Немцы у нас были, англичан не было. Действительно, задумайтесь, кому мы эти пабы оставляем? Действительно, задумайтесь, больше же нам, сука, думать не о чем, только о пабах и кому мы их оставляем. Вообще этот текст можно преподавать как пособие по риторике. Если вы через слово будете повторять «задумайтесь», то поток хуйни, который вы произносите, покажется кому-то забавным, и люди действительно задумаются, какую же ахинею он несет. В МВД заявили о целенаправленной работе по дискредитации полицейских. Поводом для этого стали случаи публикации в социальных сетях откровенно лживых материалах о сотрудниках полиции, которые в МВД назвали реальной угрозой. В ведомстве пожаловались, что сотрудникам приходится отвлекаться от работы над реальными преступлениями, чтобы проверять все материалы в интернете, порочащие честь и достоинство сотрудников МВД. Надо же, как интересно. Они могли бы в МВД уточнить, о каких именно лживых сбросах, порочащих их непорочное достоинство, идет речь? Относится ли это к информации о задержанном, который в отделении полиции заживо сварили в кипятке, или к сообщениям о массовых пытках в МВД Дальней? Только вдумайтесь, МВД призывает граждан соблюдать информационную гигиену и черпать информацию только из проверенных источников. А как насчет официального сайта МВД? Это источник достаточно достоверный? То есть, это что же получается? Иван Голунов действительно наркобарон? И фотографии, опубликованные кристально честным ведомством на их собственном сайте, на самом деле были сделаны в дьявольской лаборатории журналиста? Или к какому еще более проверенному источнику нам обращаться? МВД. Ну кому охота заниматься вашей дискредитацией, когда вы столь блестяще справляетесь с этим и сами? Друзья, сейчас будет очень важная информация, поскольку нас уже на канале 150 тысяч человек. Это просто огромнейший гулаг, и если нас всех вместе собрать где-то, то мы сможем сделать примерно ничего. Поэтому я хотел вас поблагодарить за то, что вы меня смотрите, и я вас люблю по-братски. Я вас обнимаю по-братски. И поставьте колокольчик, лайк по-братски. И порекомендуйте свой канал еще дальше, чтобы у нас уже было не только 150, а 200, 250, 300. И чем больше тысяч людей, тем больше мы сможем делать ничего. Идите спать, пока ваш сон не сопцарапнули. Субтитры сделал DimaTorzok